добрый вечер дорогие друзья я красовский сергей подростковый психолог наступил приятный весенний вечер и я вновь выхожу в прямой эфир для того чтобы дать очередную полезную информацию или рекомендацию как хотите так это и называйте давайте на секундочку представим что у вас дома живет подросток от 9 лет и старше и ваш ребенок постоянно играет там в компьютерные игры на телефоне или там сидит телефоне смотрит там tick tock instagram как сейчас модно говорит залипает в социальных сетях или залипает в компьютерные игрушки и буквально сегодня вот на консультации одна уважаемая родительница меня спрашивает ну как же так как мне поговорить с моей дочери если она постоянно в телефоне отвечаю как поинтересуйтесь у вашего ребенка а что она там смотрит что ей там нравится пусть она вам расскажет пусть она вам покажет то есть пусть молодой человек для вас проведет экскурсию что там есть с ее точки зрения ли с его точки зрения интересного понимаете в чем фишка что там интересного что там он находит этот молодой человек то есть вы можете это обсудить старайтесь не осуждать старайтесь наоборот быть в принятии то есть послушайте объяснение ребенка Послушайте логику, что ребенок там видит хорошего. Буквально неделю назад ко мне обратилась одна уважаемая мама, ну пусть зовут ее Ольга, как вариант, да? Ко мне обратилась Ольга, у нее сын, сын 12 лет, умный, хороший мальчик, и он постоянно сидит в телефоне. И вот она обращается ко мне и примерно с той же вопросом, с тем же, что мне делать? Он постоянно играет в Бравл Старс, есть такая популярная игра подростковая, компьютерная игрушка, да? Она на телефоне, на компьютере дети выиграют в эту игру. Ну, короче, что делать? Он постоянно играет в Бравл Старс. Ну, естественно, тоже начать играть в Бравл Старс. И представьте себе восхищение этого молодого человека, когда мама сказала, слушай, я установила себе Бравл Старс, начала играть, но пока не очень-то понятно. То есть он организовал для нее целый мастер-класс по этой игре. Он рассказал там всевозможные, ну, я не очень в этом силен, но какие там есть возможности. Как там дети внутри этой игры общаются, какие достижения у них там получаются, какие навыки они там приобретают. То есть открыл, как бы, ребенок для своей мамы открыл целый мир под названием Бравл Старс. И у них появилась новая тема для разговоров, у них появилась новая тема для обсуждения. Мама сказала, что, ну, наверное, Бравл Старс ей не очень нравится играть, а какую другую игру он мог бы ей посоветовать. И тогда ее сын стал предлагать ей на выбор другие игры. И по этим играм тоже провел, так сказать, экскурсию или гайд, как сейчас там модно говорить. И что-то рассказал, что-то поделился. То есть фишка заключается в том, что когда вы интересуетесь контентом, который употребляет ваш ребенок, то дайте возможность ребенку обосновать, почему он это делает. Проявите к этому интерес, проявите терпение. Опять же, не забудьте про восхищение. Восхищение очень сильный мотиватор. Ребенок будет с удовольствием вам рассказывать и показывать, если он будет видеть восхищение на вашем лице. Поэтому, ну да, нужно немножко взять себя в руки, нужно немножко постараться. Но гарантирую, результат стоит того. Попробуйте вместе с вашим ребенком употреблять тот же самый контент. И у вас появятся новые темы для разговоров. У вас появится новая эмоциональная связь. И эту связь уже можно будет дальше развивать и углублять. И если вы хотите узнать, как, если вам нужны подробности или пошаговый план достижения каких-то результатов в воспитании вашего ребенка, мальчики или девочки, все равно от 9 лет и старше, пожалуйста, пишите мне. Первая консультация бесплатна. И вы получите четкий пошаговый план или там дорожную карту, как говорит наш дорогой президент, что вам делать в вашей ситуации. Спасибо большое за то, что вы меня смотрели в прямом эфире, друзья. Очень приятно. Хочу проанонсировать, что на лето у нас будет очень интересная разнообразная программа, где дети будут с утра до вечера находиться в потоке достижений. То есть вы сможете спокойно работать, зная, что ваш ребенок целый день под присмотром, что он играет в полезные развивающие игры, что он развивается в области психологии, в области общения. Также у нас предусмотрен целый отдельный мини-курс для детей-блогеров, которые хотят создавать какой-то медиа-контент. То есть летом будет классная, замечательная, потрясающая программа в городе Тольятти. Эта программа будет оффлайновая. Пожалуйста, пишите, звоните, не стесняйтесь. Ну а если у вас ребенок постарше и не нуждается в наблюдении, вы уже ему доверяете, ребенку уже 13 и больше, то, пожалуйста, обратите внимание, что мы начинаем набор на программу «Мой первый бизнес». И в этот четверг, 22 апреля в 18.00 у нас состоится первое установочное занятие, которое можно посетить абсолютно бесплатно. Если сейчас вы меня слушаете и у вас появляется интерес, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите мне в личные сообщения или в комментариях, и я обязательно всем отвечу. Всем желаю счастья, здоровья, процветания и всего-всего самого доброго. Сергей Красовский. Пока.